Необходимо оценивать и взвешивать набор мероприятий. Его сейчас оценить с точки зрения финансирования. Есть в бюджете Красноярского района какая-то сумма, за которую нужно идти. Не с этого начинается подход. Мы смотрим, что можно сделать. Смотрим, во-первых, как я сегодня на совещании обозначал, экологический эффект, какой он принесет. Если мероприятие, которое принесет эффект на 20-30-50% уменьшения в городе, в данном случае в городе Канск, и это стоит вполне конкретных, понятных денег, пускай даже они и большие будут, и это мероприятие можно доказать. Мы пойдем и вместе с администрацией города докажем, как это происходит по Норильску, как происходит по Красноярску. На примере того же города Красноярска уровень загрязнения с очень высокого за последние два года снизился до уровня высокий. Вот пятый город, я вам честно скажу, единственный город был готов к созданию комплексного плана и к организационным мероприятиям, это город Минусинск, потому что там глава, наверное, прошел в школу замминистра экономики, он четко написал, какие мероприятия, какие нужно сделать проекты, сколько это примерно будет стоить, и ответственность и города, и края. Поэтому мы то же самое просим и по всем другим городам. Вы слышали, что мы говорили, что инициатива должна быть от вас, потому что в Ачинске одни проблемы, в Лесосибирске и в Канске другие. Теперь местным властям необходимо до 1 июня подготовить комплексный план Каннска, который в дальнейшем уже будет частично изменять и реализовывать экологи. И в зависимости от того, какие мероприятия посчитаются лесообразными, будет корректироваться бюджет Красноярского края. Продолжение следует...